Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. На первомайские праздники этого года нам удалось съездить на несколько дней в Ленинград, Петербург. По моим адресам, которые я провожу исследования, конечно, всё посетить не удалось, всё найти не удалось, но кое-что мы нашли, и повезло в некоторых обстоятельствах, например, таких, как посещение музея-квартиры Аллилуевых. Мы попали в окошечко так вот, что были одни в квартире, и только для нас экскурсовод рассказала о том, как жили Аллилуевы. Товарищ Сталин Владимир Ильич Ленин в этой квартире скрывался перед тем, как попасть и поехать в разлив, где он прятался от жандармов Зиновьевым. Поэтому я решила в фрагментарной части по этой поездке делать видео, потому что если не делать таким образом, то оно так не сделается никогда, потому что у меня была поездка в 2016 году, я смогла сделать только фильм по Исаакиевскому собору, и всё. Хотя там тоже было очень много интересных открытий, но в тот раз, в 2016 году, это было только наше начало альтернативных поисков, что называется. Мы смотрели на технологии, мы смотрели на засыпанные города, а сейчас уже столько материала известны, и сейчас уже интересны сами личности, которые двигали историю. Ну, конечно, одна из грандиознейших, уникальных личностей – это товарищ Сталин. И согласитесь, что совсем по-другому ощущаешь себя, когда находишься, что называется, ну, прям там, вот внутри, в теме. Можешь ощущать, потрогать, посмотреть, спросить. Очень интересное ощущение. На окраине рабочего района, где строились доходные дома, только для рабочих, это как бы спальня, но поскольку в 1938 году открыли музей, здесь пойдёмте... То есть это всё для рабочих такие квартиры были? Это раньше же строили доходные дома, как у вас в Москве, для рабочих. Это глухая окраина. И я как сторожилка этого района, а она сейчас столько стала благоустраиваться, потому что у нас, ну, грубо говоря, так, москвичи правительственные здесь. А то, что была глухомань, и в советское время, ну, выйдите, шажочек вправо сделаете, висит мраморная доска, на нём два вот этих фонарика. Они были покрашены, вот, ярче, чем вот эта штука. И вечером, ну, они зажигались, и вот эта болтается такая на проводе вверху. Одна лампочка, темнотища, вот гласкали, но фонари горят красным. Красные фонари. Да, именно, вот, и все хихикали. Мы же молодые были, это, как у меня подружка, напротив нашего музея, почётной стороне. Ну, и молодые люди обычно интересовались, а что это? Ну, вы представляете, мы идём по той стороне, ничего не видно. Поворачивали, вот, а что это за красные фонари в музее революции? И здесь принимали пионеры. А, вот в этой квартире, да? Именно нет, вот в этой комнате. Поэтому каменчик подкрасили, чтобы он некоторым манерам не раздражал. В этой комнате принимали пионеры. В этой комнате и показывали только гостиную. И где жил Ленин про Сталина ещё в 38-м году? Нельзя, не говорил. Вот этого. Хрущёвского. В Зиновьеве не говорили. А после Хрущёвского поменяли выписку. Картины эти, благодаря нашему руководству, который ведает фондом, они не уничтожены. Вот эти все подными адрами. И сюда обратите внимание. Вышитые китайцами. Вышитые китайцы в этом мастере. Ого! Вот это да. Эти картины сохранились чудом. И вот это тоже на этом. Ленина очень было много. У нас в начальнице, там в запасниках, там были спрятаны. То есть, круто, но основной упор был на... На Ленина. На Ленина. Зиновьева тоже не упоминали. Вот только после перестройки. Но Зиновьев здесь не жил. Он черным оконом приходил. И перед тем, как уйти, вот именно он сюда пришел. Его так же перенарядили, так же Сталин подстриг. Он был таким финским коммержером. А здесь что интересное? Вот это редкая фотография. И здесь орден Сталину от 19-го года. А здесь телеграмм. И рукой Сталина Надя дал поручение Наде. Она работала с Губеременом. Указания ей, куда передать, почему. И вот это уже редкая картина. Сталин работал в обсерватории в Теклисе. Обсерватория? Да, это обсерватория. А далеко она? В Теклисе. А, это в Теклисе. Вот здесь написано. Это подлинник, да? Подлинная картина. Тифлис, вот, отчет, что он там работал. Это мы к ночи музея. Да, она, к сожалению... Она далеко, да, от этого далеко, из себя сильно отступила. Да, вот, пойми, альбом, когда будете смотреть, не эти, на стенной фотографии, а альбом. Первый раз, общая форма для сделок. Ну, это известная картина. Известный был Русский. Знаете, у меня прям мороз по коже. Я их ощущаю. Вообще, Рост, была здесь у нас картина «Смольный забрал». А это вот нам с фондом дали тоже. Ну, элитные дома, я там жила. Смольный просвет, там элитные. А чем они отличаются? Значит, выше потолки. Везде украшения. Ну, имеется в виду всё такое список. Ручки латунные там всякие. На окнах такие, типа, лёгики или какие-нибудь там, ну, понимаете. И вот мы пойдём сейчас... А, у вас натуральные прям вот открывалки, да? Это, как я на садрю, это уже на ладом дышит. В гостиной могут быть окна вот такие вот. Угол. У нас комнаты по проекту 5 метров для прислуги. В элитных домах 11 и больше. И во всех комнатах камины. У нас только вот это считалось. А, вот этим считается тогда элита, отличается от домов. Единственное только, что, ну, вы понимаете, строил у кого сколько денег, тот такой заказывал проект. У нас, видно, был очень богатый купец, потому что вы входили в дом, а мы воплигли к нему, мы относимся к этому же дому. Вот этот дом, да? Да, мы воплигли, вот. То есть купец? Вы вошли в дом, вот. Да. Вот этот дом, мы к нему пристроены. У нас квартиры по кругу. Сейчас 4 окна выходят в большой колодец, потом перейдем на другую сторону, в маленький колодец. То есть купец строил этот доходный дом, да? Да. И он вложился вот немножко получше. Нет, у нас не только не немножко, но вот такой здоровенный дом. Телефонизирован он был. Лифт был, сидел швейцар. Вы входили вниз, лестница ведет, там же главный дворник. Чичи не посмотрели, да. Дворник. Слева табличка висит, может, вы не обратили внимания, назад пойдете, написано «гусик». Поэтому правдом жил. Остатки камина, потому что там сидел швейцар. По воспоминаниям Нади, лифт был отделан красным, красного деева, отделан бархатом. Нам только сейчас его сделали металлический, теперь общественность, кто к нам прибыл, и вы видите. До этого были дверцы деревянные. Вот ваше... Пришлось бы вот так входить в дом. Дверцы открывались как шахт. И когда люди входят, первая квартира, вторая тоже деревянные двери. Естественно, люди проходят, когда по сторонам смотрят, уже догадываются, что двери большие, а тут такая маленькая. Ну, а что садитесь, если третий или четвертый? Вы же на лифте ехали? Вы на лифте ехали, я уже дёрнулся. Почему я... 22-25, думаю, 21-25. Получается, вы вошли в дом, там мансарда, вот это, шестой этаж по дому. И мы шестой этаж, поэтому мы обычно выглядываем, потому что на вывозку не смотрятся. Вот такая планировка. То есть это мансарда, да? Нет, мансарда, это имеется в виду почти под крышей, самые дешёвые дома. А это вот, где вы с лифтом выходите. 21-24 квартира. А у нас обыкновенный дом, только он вот так вытворили. И сколько ему стоило квартиры арендовать? Нет, всё по порядку. Когда его высолили из Тифлиса, его красен, поскольку по Тифлису... Аллилуевых, да? Да, Аллилуевых знал, он ему восстановил документы, устроил в Выборгском районе, электростанция до сих пор существует, работать. То есть жил он там, в Каморке, при электростанции. Выборгский район, это большие заводы, задымление, в общем, ещё хуже. Наша хоть была Глухомань, но в каком плане это был последний дом, в прямом смысле до революции электростанции построен. У нас, кроме домального парка, ну, с конями, сами понимаете, ни дыма не было, ничего, поскольку кони... А предприятия были маленькие, там, папиросы делали, вот такое. Потом мы самое высокое место пески, мы не затапливались. А когда он уже смог себе купить эту квартиру, ой, купить, арендовать, ему наплачивало предприятие. И была льгота по электроэнергию. А когда они жили в Каморке, за Фёдора, это тоже их сын, платила богатая купчиха. А эти бедные, так, Надя и Анна, в гимназии, они все гимназии, кроме Радени, она не закончила, была вызвана к вам в Москву, как член, ну, сотрудница правительства. А Фёдор закончил гимназию «Золотой медалью». А теперь проходим сюда. Это гостиница. Вот её надо как сразу фотографировать. Почему? Потому что здесь расставлено всё. Сергей Яковлевич, Тольбе Убина сюда приезжали. Вот камин. Он очень скромненький. В элитных домах он побольше, больше разрисован. У нас вот пошире, и плитка была оригинальнее. А здесь только вот в этой комнате увидим разукрашенный потолок. Заяцем столом. Это натуральные вещи? Из натуральных вещей в советское время отдали. Вы там по альбому, обратите внимание, когда открывали музей, был стол клеёнкой покрыт, там никакой посуды, ничего. Это отдали самовар, самоварный столик. Вот только наш стакан, это для детей поставили. И наверху самовар. Подлинная кружка у Льги Евгеньевны, поскольку она была немка, и пела в литеранской церкви. Отдали певческое общество немецкое, подарила ей кружку. По назначению она не использовалась, поэтому хорошо сохранилась. Они не хранились в этой комнате. И когда музей был открыт, показывали только эту комнату, где скрывался Ленин, лежал Сталин. А это тоже не... Нет, вещи... Уже потом, да? Нет. Вообще нету. Они уехали в Москву, естественно, они с собой забрали. А смысл... А это арендованная квартира. Идентичная. Идентичная, всё понятно. Дешёвые стулья, пианино, только купленная для Нади. Что используя на мебель, я вам скажу. Сейчас, секундочку, я тогда переключусь. Назовём. А Ольга Евгеньевна в немецкой. Это в Тифлисе? В Тифлисе, да. Там уже тогда, расскажите, почему Сталин участвовал в гимнадии. Там очень многие говорили по-русски. А как они оказались? Не знаете, почему они в русской слободе оказались в Тифлисе? Просто так служил Сталин? Он где родился? Они там просто жили, его семья, да? В русской слободе. Они коренные... Ну, грузины, да. Они из бедных. И там также подразделили. Ну, как тут, возможно, там была немецкая слобода. Да, 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 да. А, это русская слобода. А Сергей Яковлевич и Эдуард Шекистанов там работал. Естественно, уже... Вот он, да? Нет, нет, нет. Вот здесь будет светил. А вы сами посмотрим пока что. Нет, вы потом посмотрите. Сейчас пробежимся. А, хорошо. Потому что это всё как-то стекло. Эта комната восстановлена. Мебель в каком плане? В 1938 году. Это комната девочек. Здесь жил смотритель, потому что было печное отопление. Он отапливал музей. Когда дали паровое отопление, смотритель съехал. И здесь была, говорит, агентационная комната. Пионеры же принимали. Здесь там читали лекции, плакаты. А, всё понятно. А перестройку из фонда взяли мебель и сделали, как бы выглядела комната девочек. А они когда-то здесь действительно шли? Это их комната. Девочки и жили. Всё понятно. Сделан уголочек Нади комодик с 15 минут, а уголочек Анны. И мебель. Подобрали, да? И ставили кровати. Шкаф вот такого шкафа и такого абажира у них точно не было. Ну, это из фонда, потому что это очень редкие первые же абажуры появились. И вот чем отличается доходный дом, вы видите, галанка облицована. Всё подлинное, в смысле комнаты, капитального ремонта не было. Дом в войну не пострадал. Здесь жил, смотри. И создали вот такой уголок, письменный стол со всеми принадлежностями. Поскольку они все учились. Вот примерно так как-то, да, по описаниям всё это было? Ну, это... В принципе, вещи это чьи-то подлинные, просто из фонда. Нет, это не купленные, это из фонда. Из фонда, да. Да, это от тех времён. Я говорю, сами вещи чьи-то подлинные, кто-то ими пользовался, они просто из фондов музея. Я поняла. Потому что молодёжь вообще не знает, как... Коврик интересный тоже. Да, я... Очень интересный. В фонда дали. Я долго очень соображала бант этот, да? Ну, ленту дали, думаю. Как её продеть дальше? Ну, в общем, я... Это вы, да? Мы крутили. Да, да. Так это кровать только я убираю. А-а-а. Потому что когда я... Ну, конечно, лет давно уже. У нас съёмки были. А, съёмки были, да? Ну, нас часто снимают кино. Ну, я сразу поняла, что... Я видела, у меня приятница, я здесь работала. Я говорю, естественно, сейчас мы её уберём. А это по просьбе, хотел сказать, если посетители, это мы с выставки оставили. Специально сделали, видите, без стекла. Здесь Сталин. Это как генеалогическое древнее, нет? Сталин, его родители, это Надина, родители у Сергея Яковлева, это первая жена Яков, его жёны, дети. Тут только, как бы, первый промок. Это от Василия, да? Это Василия. Естественно, они все москвичи, и эти все москвичи, кроме Кати. Кроме Кати, она, как это, в советское время... Эмигрировалась? Нет, она была отправлена на Камчатку, в Вулканолок. Она так и осталась, Женя. А это все в Грузии живут. Ну, естественно, это, вы знаете, последний муж, он американец, и, естественно, дочка в Америке, да. Да, да, да. Так, а вот ещё у него только, вот, как бы, официальная одна, да, жена? Нет, нет. Вот, вот жена. Вот, он всё-таки у вас есть, Евгений, он книгу написал, он уже умер, да? Да, вот. Вот, вот, года два назад он умер. В шестнадцатом году он умер. В шестнадцатом году. Он написал книгу, он судился, по-моему, за имя Сталина. Не курсит, да? Дело всё в том, что, вот, они все... Переругались. Нет, они, ну, всё равно они там Джугашвили, мне не выговорить. Эти все Аллилуевы. Он, Катя Всежданова. А вот там уже пошли Сталины, вот уже дальше предки. Ну, все же, все по-разному. А эти все были Аллилуевы. Вот это вот. Нет, это от Якова. Это от Якова. Нет, они всё равно, они остались в Джугашвили. В Джугашвили, да. Это его первая жена, они, когда его забрали, Якова, когда они поженились, они его забрали, как бы, в Москву. А он, Сталин очень к ним был. А она здесь не нашла сразу общий язык. А Сталин, ну, во сколько он в женском коллективе воспитывался, и потом... А здесь они разошлись с этой... Нет, она умерла тихо. Он очень долго, он очень любил, долго очень переживал. А с нами они, когда уже так, как взрослые, будем говорить, люди, когда был поезд организован, Москва-Царицын, который три года шёл, вот там вот они уже как... Сблизились. Да, как взрослые. Мушины. Вот он сюда приехал, Надя из Москвы вернулась от друзей, и уже уехал как член правительства, а потом Надя была вызвана как член правительства. А сколько ей лет было, когда вот они стали жить? Потому что столько сплетен хуже. Нет, это поженились они, она уже ей 19 лет вот так вот было, потому что это она в Москву уехала. А то они его чуть ли не педофилы. Нет, дело в том, что вот к нам, ну, за 10 лет, даже вчера женщина, ну, так вот тоже сказала им, Сергей Яковлевич в Теплисе, Сталин, вдруг она мне вот здесь уже стоит и говорит, они здесь познакомились. И опять я ей говорю, так, где у нас Сталин родился? Она мне говорит, в Теплисе. А Сергей Яковлевич, где работал? Я говорю, в Теплисе. А Ольга Евгеньевна где? Я говорю, поэтому дети все росли, как я так упрощенно говорю, он их всех знал хорошо, между ссылками. И вот когда был организован поезд Москва-Царицын, Фёдор даже из института, как сказать, уволился, правильно? Ну, да. Ну, в общем, короче говоря, он уволился, потому что Сталин попросил его быть личным секретарём. И там же он взял Надю и Анну. Помогать секретарём. Может быть, Надя работала, а они все, потому что он им доверял. И все аллилуйы, может быть, он бы и Павла взял, но Павел воевал. И потом он его в Германию отправил. Поэтому он уже тогда окружал себя теми людьми, которым доверялся. А они раз и все. А Сергей Яковлевич до конца жизни с ним общался. Если хотите, я даже могу показать. У него бы, несмотря на то, что он в Питере, ну, не важно, вы поймите, где здесь живёт, у него бы пропуск в Кремль. Сергей Яковлевич. А, у Сергея Яковлевича. И он поздравлял Сталина в 45-м году с победой. Ну, с окончанием войны, с победой. Как тесть. Да. Он как раз лечился. Он в 45-м году лечился. И потом, это было его последнее письмо. Поэтому они очень, ну, как бы, так до конца... Ну, я не знаю, может, как были друзья, так они и остались. А вот, знаете, я слышала, что кого-то из Алилуевых репрессировали. Здесь нет их? Да, здесь их нет. Это вот Анна. Эту Анну репрессировали? Да. А за что? Враг народа. Она с кем-то в сгул выступила? Нет, ну, это так, вот, она, я почему говорю, потому что Павла, вдова... В 30-е годы? В 47-м она была арестована. После этого. Ну, сначала мужа у неё арестовали. Рыдовцы, это первый секретарь Тижинского. Был последнего места работы Казахстан, начальник НКВД. А второй, просто разные. Павел, старший брат, Надя и Анна, умер. У неё просто сердце не выдержало. Пришёл на работу, в своё управление, а никого нет. Вы поняли, куда сиделись? У него инфаркт. Был большой некролог, к сожалению, я вам не могу его показать. Были ротики, отдали им. Здесь остался брат Сергея Яковлевича. Так вот, его вдове, будем так, назовём её так, картинки, также в 47-м году предъявили обвинение, что она отравила мужа. Через 10 лет. Он в 38-м. Поэтому, вы понимаете, они обе сидели в одиночке. И он мне никому не помог? Дело всё в том, что Анна, во-первых, даже не знала, что у неё расстрелян. Уже был муж, она там носила, может, какие-то передачи. Она обращалась к Коле. А в вдове она вышла замуж, Сталин к ней, я этого не просила, что она вышла замуж. А Сергей Яковлевич отказался. А Ольга пошла, потому что она ещё Сталина больше знала. Он мер никаких не принял. У неё какая-то обида, что ли, была на это? Не знаю. Ну, просто на неё очень много свалилось. Первая Надя, потом Фёдор, ой, извините, Павел. Тем более, она прекрасно, он только с санатория, это тоже отразило. Она поняла, что обстоятельства подтолкнули. Так бы, может быть, он ещё и продолжал бы жить. Здравствуйте. В общем, так всё сложилось. Они развелись и жили уже отдельно. Какая красивая мама у Надежды. Вот Ольга Евгеньевна. Да, она была очень жизнеразностная, хохотушка, хорошо пела. Хохлушка, получается? Нет, она хохлушка. Сейчас у неё, вы правильно сказали, мама немка, а там есть корни и украинцев, немцев, а отец грузин. Вот лично у неё мама немка, отец грузин. А, у неё мама немка, а отец грузин, но фамилия Федоренко. А там уже были корни и это самое... У грузин, но у отца, да, уже кто-то с Малороссией был, да. Там же, они же простые рабочие, будем так говорить, но сажиточные. А род их ещё при Екатерине. А где будут все жениться-то? Потому что они в Германию будут ездить, это большие шишки. Как интересно, намешано там всё. Вот как Сергей Яковлевич, вот он приехал в Теплис, он же поженился в Теплисе, а не был бы в Теплисе, значит, у нас бы где-нибудь кого-нибудь тут нашёл. Да, да. Как говорится, где... Где... А Сергею Яковлевичу пришло, его выслали из Теплиса. Так, может быть, он и остался бы там же с семьей жить. Но за революционную деятельность его выслали с запретом там жить. Поэтому он вернулся на родину, долго скитался, вот Покрасина его сюда и пригласила. Видите, как вот сложилось. А так бы жили бы там не в Теплисе. А здесь получилось так. Надю и Анну, как сотрудники правительства, срочно вызвали Москву. А Сергею Яковлевичу пришлось... Ну, Ольга-то Евгеньевна быстро уволилась, потому что она работала в госпитале. А Сергея Яковлевича увольнял только Киров. Он писал ему прошение, что из-за того, что дети уехали в Москву, потом он писал, что все уехали на войну. Ну, вот такой агитационный поезд, там, знаете, как он шел. То красные, то белые, охранные. И вот он получил разрешение. И в 19-м году уже четко, там есть бумажка, они все... Сергей Яковлевич тоже стал москвичем. А вот эта комната подлинная. Вот прям, вот к шкафчику, вот сюда вставайте, чтобы подлинный стол попал, лампа подлинная Сергея Яковлевича, стол, часы, сейф и зеркало, в которые смотрелся Ленин, когда его приостали. Да, надо же. То есть у него это предназначалось мальчиком. Видите портреты Байрона, Холстова, но мальчики здесь не жили. Поэтому Сергей Яковлевич сделал себе кабинет. С последней ссылки приехал Сталин. Помимо сундуков были вот такие кокры, чемоданы. Сюда приехал Сталин. А Ленин сам подобрал себе эту конспективную квартиру, потому что первый вход вы входили, второй запасной чёрный, и есть ещё с крысы через чердак. В этом доме, да? Всё, вот мы выйдем с вами на чердаке. Через мансардную. Всё увидите. И ещё, по-моему, Сергей Яковлевич, он закрыл ещё одеялом, но поскольку он очень много тут сидел, он из квартиры трения никуда не выходил. Ленин, да? Да, потому что Сталин... Ой, сфотографировали, да? А теперь подходим сюда. Я пока снимаю, потом сфотографирую. Это рукой Сталина, что он здесь зарегистрировался. Снимай. А это он баллотировался после регистрации в депутаты. Здесь как раз есть Джугашвили, Зиновьев. Все под фамилией. Это вот уже после революции они стали. И карта... Вот после войны вы можете это почитать. Вот так назывался музей нах. И здесь как раз всё написано, что уехали в Москву. Ленинградскому союзу рабочих деревообделочников 905-925. Работайте так, как учил Ленин рабочих, служащих мебельной фабрики товарища Воскова. А он деревянный, видите, одежду Сергей Яковлевич взял у дворника. Тулупчик он скинул, он был законспирирован. А Зиновьев Сергей Яковлевич отдал свое клетчатое пальто. Тут был как бы финн. Надо же, всё это здесь происходило. А пол у нас... Это у Куркодины блокаду, я вам уже говорила, дом не пострадал. Вот смотрите, его просто, если где-то что-то... И вот... Ну, так, сейчас, секундочку. Чуть-чуть часа. Ну, в принципе, это тот самый, да, паркет? Вон, видите, как всё продумано. В каждой комнате во всех углах вентиляция. А-а-а, то есть он не гнил, ничего не... Ничего, ну, во всех углах. Просто там у нас закрыто, это латунь не закрыта. Поэтому нет таких вот скрипок. Так, идёмте теперь в дом наш дом. Со всеми удобствами. Да, вот я только что об этом подумала. Её в 38-м году не показывали. В 38-м году всё обрубили. Печку видим? Печку. Вот отсюда? Нет, ну... Проходите, вы туда, вперёд дальше, а вы вот здесь. Печку. Печка должна быть стены, она не под ванной. Вот сюда. А, вот она. Напомню, да-да-да, у нас отапливалось водогрейм, который на кухне. И здесь было всё время тепло? Нет, когда мыться назад. А, когда мыться. А так она не отапливалась? Так печь... Нет, здесь ванна отапливалась, когда только мылись. А, горячая вода, она была приспособлена, а печка только грела воду. Слушайте. Это подлинная ванна, всё заварено, отрезано ещё в 38-м году. Поэтому мы видим подлинный душик, душ, канализацию, умывальник. А теперь идёмте смотреть водогрейм. Я так не могу, вот скажите. Я говорю, можно... Умывай, да-да-да, сейчас. Это водогрейм образца 11-го года. 911-го, да? Да. Вот так. Вот теперь хоть понять, как они жили. Так, по проекту у нас был... Дровник. Дрова. Это заданная духовка. Там стоял самовар, выходила труба. Это сам водогрейм. Это подлинный сон для готовки. Вот это стартский. Здесь готовили, это леруидский сон. А это запасы дров, чтобы по кухне не валялись. То есть сюда на лифте привозили дрова, да? В каком лифте? Нет. Нет леруидский сон. А, вот просто вот по лестнице... Да, вскать надо только по лестнице. А по лифту и продукты по чёрной лестнице. А на лифте... Так, вот это была печка, и она всё разогревала? Нет, это печка. Я вам открою, и сказали. Это духовка. А, духовка. Вот где дрова. А, вот это дрова? Вот это всё нагревалось, да? И котёл нагревался. Нагревался. Нет, для котла отдельно больше дров. Это для общей дрова. Но когда готовить, надо меньше дров. Потом дрова уже были дорогие. Это же плита? Плита эта. Здесь готовили. Я имею в виду, показалось, что здесь вот готовили. Да, да, да. Здесь стоял самовар. Так. А когда надо мыться, больше дров, водогрей нагревался. Расширительный бак, как называется? Нет, тут не расширительный, тут накопительный. Там тоже вода, там вода тоже, да? Нет, смешивая, горячая вода туда поднималась, по тугам. Как в бане. Поднималась полотеносушилка, и была горячая вода, и здесь. Вот эти заглушки подлинные, вот заглушки. Это было заглушки две, а это уже нам, а это провели для музея. Тогда было очень чётко. Но всё на своём. Грагула на подлинном? Нет, она уже, естественно, поменяли. Мы же с 37-го года здесь пользуемся. У нас, к сожалению, уединиться не надо. Здесь принимали пионеры, здесь, вот, был линолеум, мы к чёрному ходу выпускали. Это, да, первый рубель беспроводной, а потом появились, вот, ну, у меня. Критюк. Вот так вот она. Да, сейчас пойдём за дровами. Абратно здесь живут, понимаешь? Выйдем, а с чёрного хода выйдем. А, тогда я сейчас, ну, тут. Интересно. Так, запустим. Чтобы потом ещё сфотографировать. Да, на кухне. Так, у нас чёрный ход выходит. Вот, дополнительный третий выход. Вот чердак. Ага. Это квартиры. А как живут здесь? Они здесь поднимаются, да, получается, по чёрному ходу? Кто наверху живёт, только чёрным ходом поднимается. А вот окно, которое на кухне, вот здесь, вот здесь, там ещё чуть-чуть маленько стоит. Вот оно сюда выходило, и видно всё, кто здесь стоит. А, ушли они, вышли они вот в этот дворик, вот где машины, это стояли сарайчики дрова, ушли они в эту арку, и вот маленькую, вот этот, вышли, вот этот домик обогнули, и сразу на Мытницкую. А можно на десятую, сейчас на Мытницкую не выйти, там поликлиник, они перекрыли нам. А жильцы, арка вот сюда, через ту можно, через другую арку выйти. С этой стороны, наши чёрные ходы, а это вот... И подлинная рама, да, похоже? Это да. Сколько переживала там. Мы, по чёрной лестнице, продукты, дрова носили... А в нашем доме никто не получит, потому что у нас кирпичики заложены на кирпичах. Мусор, там все дрова лежали, и по лестнице уже носили, у нас Швейцар не сидел. А ещё могу, расскажите, а вот эти дрова, их привозить на целый дом, или это как же индивидуально? Не, все индивидуально, и дрова в коммунальные услуги не входили. А скажите, а вот это, что у них было? Туалет. Так и был туалет, да? Так идём, где теперь... Ну, жди, говорю, туалет, извините, ничего нет. Он на своём законном месте. Так, а теперь, а как у них была канализация? В доме, я ж вам сказала, все удобства. Нет, нет, куда потом это всё выходило? Она канализация была. Вы здесь живёте, вас волнует? Меня волнует, как строительство. Дёрнули за верёвочку и пошли. Да, а вообще, куда эта канализация была? А была выгребная? Да, жильцы к этому никакого участия не принимали. Они дёрнули... То есть септик что-то был у дома, да? Нет, здесь в доме была канализация, выходила... Чуть всё драно, конечно. ...выгребная яма. В выгребные ямы. Это не касалось, это она... Вам это ничего, вы дёрнули, и с приветом... Здесь у нас подлинная галушница, это сделано для музея. Холодильный шкаф у нас по проекту, на коридоре. Жильцы пользуются, а у нас там сигнализация, там такой... Ну, типа, от цветков там, вёдра стоят. Телефона в квартире у рабочих, конечно, не могло быть. Это нам дали как образец. У правдома был такой, был телефон, к нему можно было обратиться. А в вашем был, да? Где вы жили там? Не-не-не-не, это уже в советское время привели. Нет. У нас ни швейцар, ни швейцар. Вы сейчас, секунду, извините. Никого? Подлинная, да? Галушница подлинная. Ну, а это уже тоже историческая, в 13-м году. Причем и сверху, тогда же эти пионеры носили, как в типа фуражах. Квартира наша по кругу вся, 115 квадратных метров. А поскольку мы в Афлигеле, вот у нас в коридоре еще окно. Вот мы пристроены, поэтому у нас такой светлый коридор. Да-да-да-да-да. Очень интересная квартира. Не понимаете, что мы в Афлигеле? Вы сами, говорит, сделали окно? Я говорю, к сожалению, не мы сделали, мы в Афлигеле. Это получается флигель, да? Да, флигель. Это вот мы сюда пристроены. И у нас также... Все парканы двери. Так, вы его приглашаете сюда. Альбомчик, вот он у нас. Угу. Вот, смотрите. Который, скажем, может, переводить. Да-да, там без стекла. А, чтобы без дата. И хватает света? Да, хватает. Причем, я должен тоже... Благодарю за внимание. Продолжение следует. Альбом Аллилуевых. Продолжаются прогулки по Допотопной Москве. Заявки присылайте по ссылкам, которые будут в описании. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, на канал Дзен, на все мои соцсети. С вами была Галина Конышева. Всех вам благ. До свидания. Продолжение следует...